Закурированный вопрос. Начинание автономии в своем... Расскажите, пожалуйста, можно ли создать инструкцию, рекомендацию по основным аспектам, при условии уже осознания необходимости жить в автономии и имеющей мизерный опыт голодания? Насчет инструкции. Ну, насчет инструкции я очень много думала, и это, наверное, настолько он индивидуальный подход. Если говорить об инструкции, то я могу, как многие, очень многие на Ютубе уже, дают инструкцию входа и выхода с сухих дней. А если мы говорим про автономию, то тут не может быть инструкции, тут нужно постоянно быть в этом процессе, постоянно в процессе познания себя. И именно поэтому я организовала вот этот закрытый клуб, где мы с ребятами постоянно в общении, то есть открываются новые и новые темы. Их невозможно вложить в одну инструкцию. Они на каждом этапе, на каждом этапе познания себя, у каждого они иные, индивидуальные. И когда мы раскрываем какую-то тему, каждый в этой теме находит что-то свое. Я могу рассказывать об одном, а люди услышат о своем. И это очень важно. И вот именно процесс автономии – это не среднестатистическое состояние человека. Это не про то, как накачать мышцу в спортзале, что одно и то же упражнение можно делать, либо два упражнения. Это про другое. Это именно про нашу голову, которая настолько уникальна, настолько имеет, наверное, разные грани и разные аспекты любого понимания, каждого понимания, что это про инструкцию, наверное, здесь говорить сложно. Вот именно инструкция, наверное, у нас и есть, вот этот клуб по интересам наш. Вот эта наша инструкция есть. Там каждый может найти свою тему, которая ему интересна. И, наверное, даже каждый может найти спикера, потому что мы с ребятами, с которыми там ведем эфир, эти все эфиры у нас в записи остаются и с Римой, и с Настей, и со Светой сейчас будет, и с Ларисой. И про холодную воду нам расскажут, и Артем у нас будет спикер. То есть у нас очень много будет ребят, которые хотели бы высказаться о своем опыте. И, возможно, опыт будет важен не только мой, но и чей-то еще, может быть, какую-то капельку из чужого опыта вы можете взять себе и применить, и она будет для вас актуальна. И вот это, наверное, важность, когда мы же с вами меняемся каждую минуту, мы же с вами проживаем каждую минуту что-то новое, и в клубе постоянно появляется что-то новое. Это очень важно. А если мы говорим о том, что мы хотим начать жить, потому что автономия – это про жизнь, это закрутить романс жизни. Невозможно научить жизнь на чем-то мертвом. Но это мое восприятие.